Кошачий глаз В сценарий, которому написал сам Стивен Кинг А денег отвалил могущественный итальянец Дино де Лаурентис Жанр ленты весьма смешанный и варьируется от черной комедии к триллеру Переходя в морочноватую детскую страшилку Но об этом чуть позже Постановщиком картины является американский режиссер Льюис Тиг Из его работ я могу, пожалуй, отметить лишь Аллигатор, Куджо Конечно же, Жемчужину Нила и, собственно, Кошачий глаз Не сказать, чтобы выдающийся режиссер Но след в кино он все же какой-никакой, но оставил Фильмонтология Снят по мотивам двух рассказов Стивена Кинга Которые официально входят в сборник «Ночная смена» Третья же история, а фильм состоит из трех историй Была специально для фильма написана Стивеном Кингом в качестве сценария Причем Стивен получил свой гонорар как сценарист еще и за то, что ориентировал сквозную линию фильма Да и саму третью историю под юное дарование актрису Дрю Берримор Эта девочка так впечатлила своей игрой продюсера Дину де Лаурентиса в фильме «Воспламеняющая взглядом» Что тот непременно хотел задействовать ее в новой экранизации Стивена Кинга Хитрый и расчетливый итальянец смекнул, что котики и маленькие дети – всегда хайповая тема Замечу, а на дворе шел тогда 1984 год По сюжету картины некий кот следует из пункта А в пункт Б Пушистый все время оказывается ведомым некой девочкой, которая является ему то в виде манекена, то по телевизору в виде рекламной модели Кот становится невольным свидетелем и даже участником волнующих и даже опасных происшествий Свидетелями которых становимся и мы с вами Так, например, в первой истории кота похищают и садят в герметичную комнату Где желающий бросить курить герой Джеймса Вудса наблюдает, как кошара подпрыгивает от электрических разрядов Вкратце герою обещают, что также может подпрыгивать и его жена, если его заметят хоть раз с сигаретой в зубах А все дело в том, что мужик обратился сюда за помощью, уж очень он хотел бросить курить Почти моментально угадывается, что эта фирма – не что иное, как клиника с радикальными методами и подходом итальянских мафиози Даже фамилия так называемого директора – Донатти – это подтверждает По фильму героя привел в клинику приятель Такого приятеля неплохо было бы отблагодарить добрым ударом в челюсть Ну, удружил так удружил Нам не показывают подписание какого-то договора или что-то в этом роде Возможно, он и был Но запугал Донатти героя, конечно, знатно Уже дома, вытянув ноги перед телевизором, где показывают киношку «Мертвая зона», кстати, по Стивену Кингу Герой Джеймса Вудса понимает, во что он ввязался И что за парни стоят за таким лечением Вскоре он почти закурил, но лишний раз убедился, что угрозы Донатти не пустышка Хочу отметить, что в этом сегменте достаточно весело показана вся эта ситуация Я как бывший курильщик, конечно же, понимаю, как хотелось закурить главному герою вновь Очень любопытен момент, когда герой навещает свою дочь в школе для детей с ограничением развития Здесь остается гадать, то ли герой и его жена отдали ребенка на постоянной основе туда Либо она находится там всю неделю, приезжая домой на выходных Могу сделать вывод, что герой и его жена либо очень занятые люди, либо бесчувственные ублюдки, бросившие своего ребенка на попечение школы Куда проще отдать пару тысяч зеленых, чем самим возиться с таким ребенком А возможно и то, и другое, так как показанная вечеринка в доме героя подтверждают, что они попросту делают карьеру Кстати, их девочку играет Дрю Берримур, у которой в этом фильме несколько ролей Актриса была занята по полной программе Итальянцы, а конкретно сеньор де Лаурентис знают только в эксплуатации Я упомянул вечеринку в доме героя, где благодаря сюрреалистическим сценам и песне из репертуара группы Полис Подчеркивается полушутливая направленность этого сюжета Кстати, песня из репертуара группы Полис, а затем уже Стинга, в фильме исполнена не Стингом Это кавер-версия, так как из-за относительно небольшого бюджета создатели посчитали чрезвычайно жуткими траты на авторские права И обошлись малой кровью, наняв певца, имя которого история не сохранила, который и исполнил кавер этой песни Парадоксально, но уже очень популярный в то время Стивен Кинг, лично написавший сценарий к ленте И такая экономия на деталях Совсем скоро заядлый курильщик, поддавшись мимолетному соблазну, закуривает Смакуя каждую затяжку И тут же попадается на глаза подручному Донатти Стоит подивиться, насколько быстро сработали мафиози Не успел Джеймс Вудс доехать до дома, а женушки-то уже и нет Слегка поджарив старуху Джеймса Вудса, Донатти соединяет влюбленные сердца Кот благополучно убегает в другой сюжет, а нам показывают развязку этой истории Где во время не очень сытного застолья, герой постигает жуткую истину А какую вы узнаете, посмотрев этот фильм? Я тут и так уже достаточно спойлеров накидал Забавный эпизод Молодой Джеймс Вудс, несомненно имея талант комика, просто чудесно вжился в роль одержимого пагубной привычкой человека Ни на что не претендующий сегмент, лишний раз доказывает, что решить такую проблему каждый в состоянии сам Не прибегая к услугам шарлатанов, а тем более итальянской мафии Кот, как связующее звено трех новелл, стремится далее И вновь попадает в цепкие лапы негодяя На этот раз по фамилии Кресснер Работа которого мафиози А еще ему наставила рога его собственная жена Которая повелась на молодое атлетичное тело теннисиста Джонни Любовнички задумали дерзкий побег из этих мест Подальше от гнева рогатого бандюгана Но не все так просто Ведь это только в романтических фильмах все хорошо складывается Теннисиста ловят прихвостни мафиозы Кресснера И доставляют в его логово Кресснер, несмотря на такую подставу от своей бабы Выиграл очень любопытное пари, в котором поучаствовал наш кот И дав ему глупое имя Себастьян Кресснер оставил его у себя Всеми такими фентами режиссер показывает Что бандюган буквально одержим пари Мафиоза делает теннисисту предложение От которого Да-да-да, вы уже поняли Он не сможет отказаться Название рассказа «Карниз» Как нельзя лучше отражает то, что произошло дальше Либо любитель чужих жен Он проходит по карнизу вокруг дома И забирает бабу мафиози И естественно уходит на своих двоих Либо подложенный пакет Героина в машину ставит крест на его карьере Личного тренера дряхлых богатых баб И он отправляется надолго в тюрьму Где его будут пользовать дружки Кресснера Хотя вы знаете, судя по физиономии бандита Что-то я не верю, чтобы он в случае проигрыша Отпустил бы теннисиста Тем более, что часть своей жены он уже подготовил Для подобного исхода дела И припрятал в сумку Так что ловелас был обречен с самого начала В общем, теннисист выбирает приз И идет знакомиться с архитектурным уродством поближе Это достаточно напряженный эпизод Однако и он не выбивается из общей концепции фильма Разбавляя леденящие душу моменты Искрометными разрядами юмора Вспомните эпизод с голубем, например В сегменте, естественно, есть отсылка к оригинальному рассказу Стивена Кинга В одной из сцен мафиоза листает журнал Пентхаус Именно в этом журнале в 1976 году Впервые был опубликован этот рассказ А уже потом, позже, он вошел в сборник «Ночная смена» Блестящий эпизод со справедливой концовкой Ну, относительно справедливый Ведь кто из них хуже, можно и поспорить Бандюган, наживший свои богатства непосильным трудом Или Альфонс, соблазнитель чужих жен По ходу фильма, конечно же, эмоционально Наши переживания на стороне теннисиста Кот явно был не в восторге от имени Себастьян И поэтому в пылу схватки между обманутым мужем и любовником Дает дёру Преодолев некоторое расстояние Котэ оказывается у финишной прямой этого фильма Все это время кот движется на помощь девочке по имени Аманда Которая живет в обычной американской семье С мамой и папой И злобным маленьким существом Назовем его троллем Эта гадкая тварь, я про тролля Пришла из дальних краев К дому обычных американцев С целью похитить дыхание Аманды Да прям так, чтоб основательно Все до последнего вздоха И лежать бы девчонки в гробу Если бы не наш кот Пушистый пробирается в дом И успевает понравиться девочке Аманда без ума от кота Чего нельзя сказать о её мамаше Чистоплюйке с предрассудками Мамаша, конечно же не со зла Во благо ребёнка Отправляет кота Которому девочка уже дала имя генерал В жуткое место С трубой, где время от времени идёт дым Как зрителю мне сразу стало понятно Что в трубу помимо дыма от угля Вылетают котята, щенята и другая живность Которую поймали или которую отдали за ненадобностью Никогда так не поступайте с друзьями В конце концов кот-генерал сбегает с этого жуткого места И поспевает как раз на финальную битву с троллем Где мы вновь слышим кавер-версию песни группы Полис Фильм заканчивается хэппи-эндом Зло побеждено, кот накормлен А в копилку удачных экранизаций Стивена Кинга Отправляется очередная картина Странно, что очень многим лента не нравится В том числе и по надуманной причине Так как многие не могут понять мотивацию кота Зачем он следует через полстраны Чтобы спасти девочку от какого-то тролля Причем несколько раз ему является милое существо В исполнении Дрю Берримор Постоянно напоминая коту о его миссии Ответ томил людей не одно десятилетие В начале 2000-х В комментариях к DVD-изданию этого фильма Да и в редких интервью на тему этой ленты Режиссер Лью Стик поведал Что был снят пролог В котором рассказывается Что кот жил в семье Где была маленькая девочка Играла ее естественно Дрю Берримор Ну так вот В этот дом пришло зло В виде тролля Который крал детские дыхания Кот не смог уберечь свою хозяйку И тролль ее погубил Студия сочла пролог слишком прямым И указала режиссеру на то Что это надлежит вырезать из картины Конечно я очень надеюсь Что когда-нибудь пленка с этим эпизодом Всплывет наружу И фильм выйдет в полном варианте Как и задумывал постановщик А там мы с вами решим Обоснованно его вырезали или нет Картина была поставлена В череде более-менее удачных постановок Итальянского продюсера Дину де Лаурентиса Смекнувшего Что экранизация Стивена Кинга Неплохая тема для того Чтобы немного подзаработать В отрывах от глобальных проектов Вроде фильмов со Шварценеггером Про Конана Варвара Подача материала тоже не напрягающая По меркам 80-х это просто торт с вишенкой Развлекательное кино Местами очень смотрибельное И где-то пронзительно наивное Ну кошек любят все А это уже 90% успеха Очень много пасхалок Засунул режиссер в свой фильм От ярких Вроде Кристины До сцен с журналом Пентхаус И книги кладбища домашних животных Ну это рассчитано на внимательного зрителя Знающего экранизации Кинга Да и его творчество в целом Такой фильм просто не мог обойтись Без спецэффектов Особенно история с троллем Дину де Лаурентис Привлек к работе земляка С которым он уже работал Над лентами Кинг Конг Дюна И Конан Разрушитель Карлу Рамбальди Известен тем Что сделал аниматронную голову Из настоящего человеческого черепа К фильму Чужой Собрал куклу Кинг Конга В полный рост И управлял чучелом инопланетянина В ленте Спилберга Я не могу утверждать Что это такой уж Выдающийся специалист В своей области Скорее всего землячество Помогло ему прийти К заветным Оскарам За спецэффекты Да, грим тролля превосходен Настолько же превосходны И декорации детской комнаты Если учесть Что тролля играл Человек обычного роста В картине Очень много комбинированной съемки Так как над фильмом Работали те же специалисты Что и над Кинг Конгом 1976 года выпуска Поэтому технологии 70-х Для фильма 85-го года Даже на тот момент Сделаны на троечку Хотя Для мрачноватой сказки Условно прокатит Своей харизмой Фильм от этого Совершенно не теряет Кино понравится любителям Не очень страшных сказок на ночь Поклонникам Дрю Берримор Любителям котов А также творчество Стивена Кинга Ну, поклонникам Кинга Уже по выбору Ругать фильм Или одобряющий кивать А с вами был LFTL Всем веселого Хэллоуина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова